10 сентября в Московском Международном Доме Музыки будет представлена программа «Два пути». Но это всего лишь повод поговорить с Мариной Девятровой. Приветствую вас. Здравствуйте. Прошу. Марина, мы вот на днях беседовали с певицей Варварой, которая тоже участвует в проекте «Два пути». Как правильно называть? Она ваш партнер, напарница, товарка. Коллега. Коллега. Вы знаете, вот я задам тот же вопрос, который Варваре задавала. Считаете ли вы, что в такого рода проектах оба участника, ну, когда мы говорим о дуэтах или вот таких совместных программах, они должны быть обязательно, ну, скажем так, одной весовой категории? Ну, наверное, наверное, да. А почему? Тут же на самом деле всё зависит от восприятия зрителя. Так. Всё равно, хотим мы этого или нет, но всё равно мы и с Варей это понимаем, и даже, может быть, где-то осознанно к этому пришли, что всё равно нас будут сравнивать, да, у кого-то здесь лучше костюм, а здесь лучше песня, а здесь лучше аранжировка, а здесь лучше постановка номера самого. Но мне кажется, что всё-таки мы две с ней единицы, находящиеся в одной весовой категории, поэтому, ну, наверное, благодаря какой-то степени и этой категории весовой, мы с ней смогли спеться в определённом дуэте «Порошка парани», которая, собственно говоря, будет возглавляться, будет таким, наверное, яркой-яркой звёздочкой на этом концерте, потому что, ну, а как... А это прям будет дуэт-дуэт или вы там... Это прям дуэт-дуэт. Нет, дуэт вначале, ну, куплет мой, куплет Ванин, и в дальнейшем, естественно, это многоголосие. То есть сейчас мы находимся в творческом процессе, в репетиционном. А припев вместе, да? «Порошка парани, ты за что любишь Ивана, я за то люблю Ивана». Там нет припева. Знаю, знаю, знаю вещь. Я просто не знал, как она называется. Поэтому мы долго думали, выбирали, и как-то у нас всё на самом деле получилось от обратного. То есть вначале люди, по идее, да, два творческих человека собираются, думают, вот, наверное, надо концерт, под этот концерт надо песню, какой-то номер и всё. А у нас всё наоборот. Вот мы вначале придумали песню, причём в дальнейшем мы поставили номер, сделали аранжировку, пошили костюм, а потом думаем, слушай, ну, надо же ж так классно вместе, вот, да, в творческом тандеме. Давай что-нибудь большое, такое крупное сделаем. И вот благодаря, ну, и в том числе, конечно, и нашим двум дирекциям, которые нас поддержали, потому что мы две гастролирующие артистки, поэтому графики надо тоже как-то совместить, мы решили, что надо как-то порадовать нашу публику. А вот я обратил внимание, что вы Варвару Варей называете. Я думал, что близкие называют её Аленой, её настоящим именем. Вы знаете, я сразу сказала, я говорю, всё, чтобы не путаться, я, во-первых, очень люблю имя Варя, и, честно говоря, если у меня будет девочка, то я обязательно зову её Варварой. Варвара, кстати, эта дочка Варвара. Да, да, да. Но, во-первых, это такое имя достаточно очень сильное, потому что там два корня Вар. А Вар со старославянского – это защита. Не знал. Да, поэтому эта двойная защита будет у нас на концерте. А вы упомянули графики гастрольные. Расскажите о своём. Что предстоит в сентябре? В сентябре Марина Девятова вместе со своим большим коллективом поедет по России продолжать радовать зрителей. В этом году всем известно, что мы отмечаем 70-летие Победы Великой Отечественной войны, и я сделала программу, которая непосредственно приурочена к этой дате. Я вначале как бы сомневалась, но впоследствии решила, что всё-таки 70-летие отмечается в течение всего года. Поэтому победа и празднование этого праздника, этой даты не заканчивается только 9 мая. Страна у нас большая. Тут, собственно говоря, пока на Дальний Восток переедешь, потом в Сибирь, потом в Урал. Вот поэтому я решила в течение этого всего года эту программу откатать. И мы начнём с Иркутска, с Байкала и закончим уже славной нашими добрыми братьями-белорусами. А там вот внутри будет и Дальний Восток тур, и тур по Уралу. И свой день рождения, день рождения свой я отмечу в Минске 13 декабря с сольным концертом. А на Украину не поедете? Да вот пока не зовут, мы-то не против. А это песни военных лет будут в этой программе? В этой программе звучат песни военных лет, звучат авторские произведения, звучит, безусловно, фольк, народные песни. Вы знаете, на самом деле я очень всегда трепетно отношусь. Я, наверное, счастливый ребёнок, потому что у меня и с маминой, и с папиной стороны бабушки, дедушки, которые мне рассказывали о войне, которые мне рассказывали о том периоде, когда они сами были маленькие, как они это всё переживали. Поэтому я очень неравнодушна к старикам, к ветеранам, к старшему нашему поколению. Несмотря на то, что сейчас у нас как-то всё нацелено на молодёжь, но я считаю, что не может быть нормального и хорошего светлого будущего, если не будем чтить своё прошлое. Поэтому вот все проблемы бабушки, дедушки, мне всегда коллектив говорит, Маринка, ты просто сердце всех бабушек и дедушек, мне хочется всех обнять, вот чем-то обогреть. А чем я могу обогреть? Только песни, а тем более, когда я вижу, как они это всё воспринимают, плачут, переживают. И потом, ну для меня это всё очень трогательно, потому что я сразу представляю своих бабушек и дедушек. Ну да. Ну, кстати, вот в вашей среде, я имею в виду среде поющих, выступающих и гастролирующих, очень много есть ваших коллег, которые, скажем так, я пытаюсь формулировать, чтобы никого не обидеть, Ну, крайне негативно оценивают всё, что связано с празднованием 70-летия Победы. Вот один радиогуру очень известный сказал, что это 70-летие Победы, это самый, в его хит-параде от самых отвратительных праздников займёт первое место. Вам приходится сталкиваться с такими оценками? К счастью, нет. И вот дай бог здоровья этому радиогуру, вот, чтобы всё у него было хорошо. И я к этому светлому празднику, несмотря на то, что опять-таки я могу это всё воспринять исключительно только со слов своего старшего поколения, со своих родственников. И, конечно, те картинки, те страшные дни, которые они пережили, когда это всё рассказывается, то, конечно, ну, так холодок по коже-то идёт. И я считаю, что этот праздник, он наш народный праздник. И те люди, которые, ну, сейчас в силу всех внешних политических каких-то недоразумений пытаются как-то сказать обратно, мне кажется, они просто лукавят. Ну, или как-то что-то... Не знаю, мне кажется, они вот... То есть я очень удивляюсь, потому что, ну, у всех, там, у меня... Просто этому учили в школе. Я это читала в учебниках по истории. На всех учили в школе. Поэтому, когда говорят, что этого не было или это было плохо, это было, это как факт уже есть, это надо принять. Ну, а по-другому не... Видите, не все готовы. А вот вы упомянули бабушек и дедушек. Я знаю, что у вас папа музыкант, мама хореограф, что артистические корни в этом смысле родители. А про бабушек и дедушек я вот на самом деле не очень знаю. Расскажите. А со стороны моей мамы, это, наверное, мои такие очень-очень близкие, тонкие отношения, к сожалению, их уже нет в живых, бабуля, дедуля, дедушка проработал водителем троллейбуса всю свою жизнь. Бабуля была закройщицей. А сами они, бабуля была рязанская, дедуля тоже, и, собственно говоря, вот корни у меня оттуда. И на самом деле мое творчество, наверное, такое вокальное, оно началось именно в троллейбусе. Потому что пока дедуля ехал, я объявляла остановку и пела. Раньше такие были очень забавные микрофоны шнуровые, и ведь все талончики выдавались у водителя. Да, там была такая касса. Поэтому у меня была определенная миссия. Я, значит, пела песни различные. Это был самый веселый троллейбус. Выдавала жетончики, точнее эти талончики и, как бы, да, объявляла остановку. То есть у меня была определенная миссия. А со стороны отца у меня бабушка из Каширы, а дедуля из Тамбова. И вот, вы знаете, совсем недавно, буквально неделю назад я была на родине своих предков. Вы знаете, это просто какое-то сумасшедшее, в хорошем смысле этого слова, состояние, потому что, когда ты приезжаешь в деревню, это Маршанский район, это Тамбовская область, село Мутасево, и каждый второй приходит к тебе, во-первых, тебя, ну, безусловно, да, узнают и говорят, что он является племянником прадеда, бабки, матери твоего деда. То есть там такая вообще... Я, честно говоря, поначалу запуталась и вся всеми пыталась как-то выстроить линию родственную. Но благо то, что у меня бабуля дедуля с папиной стороны живы-здоровы, и они в этом году отмечают 62 года совместной жизни. Сколько же им? Им под 90 тогда получается? Практически, да, дедуле 87 вот было. И дедуля написал, он так занялся ветвью девятовых и докопался до 1785 года, благодаря тому, что были сделаны многократные запросы в... Господи, в... В архивы. В архивы, в архивы, да. И вот эта книжка называется «Род девятовых», мы ее в прошлом году выпустили. То есть это все работа дедули Сергея Ивановича, он у нас молодец, он боец. И мне, конечно, очень было приятно, потому что вот это, знаете, ну как бы прийти на могилу своей прабабушки, да, это какое-то такое очень, ну такое душевно-тонкое состояние. Это корни, конечно, это очень важно. Да, это твои корни. А что вы в троллейбусе делали? Вас не с кем было оставить? Сестра старшая. Сестра старшая. На самом деле, ну как, мама, папа молодые, маме надо было дома прибраться, а папу отправлял их гулять. Ну а так как дедуля работал на улице, где мы проживали, периодически мы... Очень удобно. Очень удобно, да. С тестем поболтать, а дети развлекались. И вот развлекались мы вот таким забавным образом. Ну я очень любила петь, поэтому у меня это получалось очень легко. Просто сестра тоже у меня музыкальный ребенок была, поэтому мы такие развлечения находили. Нам неинтересно было кататься на качелях, там собирать листву, хотя мама потом ругалась. Она говорит, почему вы, надо же кислородом, воздухом, детей. А вот мы гуляли, веселились в этом веселом 64-м троллейбусе, который ходил от Ивановского до Выхина. А сестру как зовут? Катерина. А вы сказали, что у нее тоже как бы дар музыкальный? Она музыкальный человек с музыкальным слухом, но, к сожалению, в свою жизнь она не получилась у нее связаться с искусством. Она сейчас занимается тем, что она любит со страшной силой всех животных. Она грумер, поэтому она занимается с братьями нашими меньшими. Она их стрижет, лечит, любит, собирает, я не знаю, всех пристраивает. То есть катюшка занимается таким, такой полу-даже где-то благотворительной деятельностью. А у вас есть домашние животные? Вы знаете, у меня нет, но всю свою... Скажи, я же видел, по-моему, вот Лолита. Да, Лолита, это кошка, которая сейчас уже живет с моей мамой. И моя матушка сейчас, я так понимаю, что у нее третий, наверное, уже ребенок. Вот эта вот кошка Лолита. Мы с сестрой все детство просили у нее, какое у него животное, ну пожалуйста, ну хоть кошечку, ну собачку. В итоге нам купили попугая, который потрясающе говорил. Он, когда я занималась на фортепиано и разыгрывалась, он, знаете, так очень нелепо, по черным клавишам спотыкаясь, он бегал за руками. Очень быстро говорил, Марина, 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 Марина. Очень любил картошку и огурцы. Прожил 6 лет. Волнистый, умнейший, звали его Гоша. Но, когда уже сестра вышла замуж, и я уже, собственно говоря, заканчивала 9 класс, моя мама в лифте находит маленького котенка. И, вы знаете, это называется «никогда не говори никогда». И сейчас это чудо гороховое, я ее называю царское помощное, потому что нашли в лифте, но по своему окрасу, по всей своей стати она царская. Вот явно какая-то из ней Сибирь точно замешана. Вот, назвали ее Лолита, и сейчас эта кошка, она, ну, наверное, уже как член семьи, потому что ей 15-й год, у нее все, у нее свой отдельный стул, ее кормят, поят, холят, лелеют. Но могу сказать, что животное такое очень имперсональное и очень... С характером? С характером, да. Потому что, когда мама... У меня родители развелись, у меня отчим 25 лет уже с мамой прожили вместе они, когда они уезжают куда-то, то, естественно, кошка как-то остается вне удела, надо еще с кем-то оставлять. А ведь кто ее кормит, тот и является тот самым-самым-самым близким. Вы знаете, я мстю, и мстя моя страшна происходит, потому что мы уже уксус не знаем, куда тереть, потому что это во всех углах все. Но как только мама переходит, переступает порог дома, она демонстративно идет в свой горшок и показывает, что ты молодец, вернулась, молодец. Да, они такие. Да, с вынуром. Кстати, есть традиция, мы иногда пристраиваем приютских... Какие вы молодцы. Да, кошек зрителя. Кстати, буду иметь в виду вашу сестру, если она громинка, то это очень важно. Вы упомянули черные клавиши на инструменте, и я вспомнил такую историю, слышал, что вы в свое время, когда занимались музыкой... Я их ломала. Ломали и прятали, почему-то именно черные клавиши, они понимали? Да, без них не, конечно, их удобно. А все потому, что такова система обучения наша, российская, что в ребенка надо все впихнуть. Не важно, нравится ему или нравится, понимает он или нет. Но у меня было обучение в общеобразовательной школе, и вот как раз-таки параллельно заканчивала я музыкальную школу. Но что такое подросток? Хочется пойти погулять. Тебе кричат друзья, Маринка, выходи. А тебе тут баха надо играть, лишь горные тюды учить. Гармонические задачки решать. Думаешь, ну вот там же... Вот здесь вот совесть, а там душа. Да, поэтому все время мама мне как бы говорила о том, что, Марин, надо, если ты не будешь заниматься, как правило, нас всегда пугали, да, будешь кем? Дворником. Вот, поэтому, чтобы дворником не стать, а все-таки хорошую профессию получить и быть самостоятельной и зарабатывать самой, надо учиться. Но иногда, конечно, бывали срывы, и, естественно, страдала фортепиано. Я очень неусидчивая, на самом деле, ребенок, поэтому, когда у меня что-то не получалось, я ноты летели в одну сторону, фортепиано, крышкой, вот так вот все это билось. В итоге я поняла, что надо оторвать ноты, вот эти клавиши, тогда заниматься невозможно будет. Мама нашла. Но это не про мою маму, понятно, да, что все это было, что нашлось. На клей момент кое-как кривенько прилепилось, Марина благополучно закончила школу имени Шостаковича, дирижерское хоровое отделение. Но заканчивая его, я абсолютно была уверена, что я больше никогда в своей жизни свяжу с музыкой, потому что мне настолько не нравилось сидеть и заниматься. Меня очень любило петь, но, к сожалению, теория, практика без теории невозможна. Поэтому я думаю, что все, с музыкой закончу, пойду в юридический институт поступать. Юридический? А это в кого вдруг? Это дед, по памятной линии, он у меня военный прокурор. И вот он поэтому все время очень желал, чтобы хоть внучка, потому что двое сыновей не связали свою жизнь с юриспруденцией, но внучка, значит. И как-то мы с ним в беседах, в разговорах. Мне нравилась на самом деле эта идея, потому что я абсолютно гуманитарий, по математике у меня было 4, потому что я неплохо пела, и все время была и участвовала во всех. А потому что, естественно, всегда участвовала во всех праздниках школы. И очень благодарна, кстати, своей учительнице, потому что она прекрасно понимала, что я дальше пойду в музыкальную школу, в смысле в музыкальный вуз. А если у меня будет тройка, диплом будет испорчен. Поэтому она мне помогла по геометрии, подсунула решение задачи, чтобы на четверку. Потому что все, что на тройку, так как у меня был комплекс отличницы, я все изучала, я все знала, все теоремы, аксиомы, все доказательства. Но это все применить, это было для меня просто из области фантастики. Поэтому, понимая это, я сейчас хочу сказать спасибо огромное, да, что диплом не запороли. Вот, поэтому, когда юриспруденция не удалась в силу того, что отец просто вывел меня на большую-большую сцену тогда концертного зала России на Китай-городе. И я поняла, что я влюбилась в эти софиты, в этот свет, в эти аплодисменты. Все это мое эго, конечно, подстегнуло. Но Владимир Сергеевич сказал, хочешь петь, иди, девятов, папинка мой. Сказал, что хочешь петь, иди, детка, учись. И я поступила в музыкальный колледж имени Шнитки. Вот вы упомянули комплекс отличницы, который у вас был. А сейчас у вас есть какие-нибудь комплексы? Да, конечно. Вы знаете, на самом деле, вот я чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что все комплексы, они из детства. И порой иногда во мне просыпается вот эта маленькая Марина, которая чего-то не получила. Может быть, какой-то, может быть, даже отцовской вот этой эмоции. Потому что родители развелись, и как бы с папой я не так часто общалась до определенного времени. А все равно же ребенок растет. А сколько вам было лет, когда они подошлись? Разве мне было 5 лет? Вот. Я как бы смутно эту ситуацию помню, и я на самом деле им благодарна, потому что как-то я не была, я не участвовала в этом во всем процессе. Я просто видела, как переживала сильно мама. Но, безусловно, конечно, впоследствии мне очень не хватало отца, любви. И поэтому сейчас, конечно, я понимаю, что вот эта маленькая Марина, она все равно во мне есть, она живет, она никуда от меня не уходит. Комплекс моей отличницы сейчас мне даже, может, где-то и помогает. С одной стороны, помогает очень сильно в работе, потому что я перфекционист. И на самом деле мой коллектив и моя дирекция где-то, может, иногда страдают от этого, потому что, если я очень к себе требовательна, то вокруг меня все должны, как бы, да, тоже относиться максимально к своей работе. Вот. Но иногда это, конечно, немножко мешает личной жизни, потому что в личной жизни это же эмоции, отношения, это такая субстанция, а тебе кажется, что человек должен быть такой же правильный, с такими же абсолютно какими-то позициями жизненными. Но это не всегда получается, поэтому приходится взрослеть, на этом расти и понимать, что, ну, как бы, во-первых, это мужчина и человек должен, имеет право на собственное мнение, на свое какое-то пространство. А ваш мужчина, он имеет отношение к, ну, скажем так, к шоу-бизнесу? Слегка имеет, слава богу, вот, но так как я все-таки... Он рекламой занимается, если я что-то читал такое, да. Ну, и поэтому я как-то не всегда не особо лично говорю о личной жизни, потому что, вот, как бы, я хочу, чтобы все состоялось уже непосредственно, да, там, кольца, свадьба, дети. Безусловно, я всего этого хочу, я нормальная девушка, и зачастую меня, конечно, пугает этим, как ты будешь все это совмещать, этот шоу-бизнес, этот гастрольный график. Кстати, непросто, действительно. Непросто, непросто. И отец мне зачастую говорит, он говорит, Маринка, это для женщины достаточно непросто, потому что снять погоны с руководящей должности, переступить порог, прийти домой и быть замужем, это целое искусство. Но я стараюсь, я работаю над собой. Видите, у вашей коллеги Варвары все же получилось, так что, думаю, что у вас... Да, поэтому она мне говорит, Маринка, не переживай, все будет, да. Вот, мы финишируем «Игрой в правду», где, кстати, очень много вопросов есть и про личную жизнь. Ага. Если вы попадете вам, вы достанете одну фишку из мешочка, да, скажете мне, какого она цвета, и такого же цвета... Синяя-голубая. Да, вы выберете голубого цвета карточку, читаете вопросы, его ответите. Какие ошибки допустили родители в вашем воспитании? Вот прям в тему, да, разговоры на это. Ах, какие ошибки? Ну, я считаю, что ошибка, ну, с точки зрения ребенка, всегда ошибка отца, когда он уходит из семьи, это уже просто по определению, нет? Ну, вы знаете, я не берусь судить их, это их личная жизнь. Скажу только одно, что настолько разные люди, я удивилась, как они прожили вообще, удивляюсь до сих пор, как они вообще прожили 14 лет вместе. Но, моя мама всегда говорит, что она счастливая женщина, потому что благодаря этому браку с Владимиром Сергеевичем у нее есть две дочери. Я считаю, что для женщины в этом смысле нет ничего добрее, теплее, а для нас, для детей, кому тем более. Они придут, кто-нибудь из ваших родных, 10 сентября? Я надеюсь, что маменька обязательно придет, она у меня такой мой заядлый поклонник. А папа тут, дело все в том, что он тоже товарищ, творчески гастролирующий артист, поэтому, если получится, ну, уж, по идее, там все дни нефтяников и дни городов, по идее, должны отгулять. И мы специально выбрали четверг, чтобы это был не выходной, поэтому я надеюсь, что он придет. Ну, в крайней случае, рады. Я надеюсь, что зрители нашей программы тоже 10 сентября придут. Вот я Марине дарю книжку бесед из этой студии, которая называется «Женские истории». 24 кадра, правда, просто с надеждой, что когда-нибудь выйдет очередная книжка из этой серии, наши беседы там будут. Большое вам спасибо. Благодарю. Спасибо большое.